Христос Воскресе! Приветствую вас, дорогие братья и сёстры! Друзья, вновь и вновь мы приветствуем друг друга этим радостным пасхальным приветствием. И сегодня четвёртый воскресный день по Пасхе, и называется он «Воскресением урасслабленным». И вновь и вновь, и с года в год, те же самые евангельские отрывки читаются в церкви. И когда они возвращаются, всегда встаёт передо мной вопрос. А что я сделал в течение этого целого года? Сделал для того, чтобы этот отрывок Евангелия не был бы словом, сказанным тебе и неуслышанным. Не был бы словом, просто напрасно прозвучавшим. Давайте послушаем Евангелие сегодняшнего дня, которое читается в наших православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 15 стихи. «После сего был праздник иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим. Еже в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вефезда», при которой было пять крытых ходов. «В них лежало велико множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в неё по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащим и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тот час выздоровел и взял постель свою и пошёл. Было же это в день субботний. Пусть мы и уйдей говорили исцелённому, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьму, возьми постель твою и ходи. Исцелённый же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошёл и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Вот это сегодняшнее евангельское чтение. И говорит оно нам о расслабленном, о парализованном человеке, который в течение 38 лет не мог найти себе исцеление. Почему? Потому что никто, ни один человек не нашёлся за все эти годы, чтобы помочь опуститься в исцеляющие воды овщей купели. А овщей купелью назывался источник, который имел чудесную силу. При этом источнике было устроено пять притворов, в которых помещали всякого рода больные. Здесь находился и этот расслабленный, болезнь которого состояла в том, что он почти не мог двигать членами своего тела. «Хочешь ли быть здоровым?» – спросил его Господь. Когда тот ответил «Да, Господи, но не имею человека, который довёл бы меня до источника, когда источник получает целебную силу». А это было раз в году, когда сходил ангел и возмущал воду. Тогда Господь сказал ему «Встань, возьми одр твой и ходи». По всемогущему Слову Господню, расслабленный тот час, почувствовал себя здоровым и сильным, взял постель свою и пошёл. И далее мы слышим в Евангелии, что исцелённый не знал, кто исцелил его, потому что Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. А вот потом Иисус встретил его в храме и сказал ему «Вот, и ты выздоровел. Не греши же, чтобы не случилось с тобой и чего хуже». И, наверное, первое, на что обращаешь внимание, это на ответ расслабленного. «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Сколько же здесь терпений и крутости. А с другой стороны, в этом ответе заключается такой урок, над которым стоило бы подумать любому человеку, тем более христианину. А заключается он в двух невыразимо грустных словах, сказанных расслабленным. «Человека неимому». То есть «не имею». И мне думается, что это слово ни одного расслабленного. Это голос всех беспомощных людей, всех беспомощных страдальцев всех времен и в нашей дне в особенности. Потому что сколько среди нас найдется таких, которые по всей справедливости могут сказать, «человека не имею». «Не иметь человека среди множества людей, которые называют себя христианами». «От чего же это происходит?» «От того, что так часто недостает нам истинно христианской любви, любви деятельной, такой любви, которая составляет самое главное звено всякого благополучия и личного, и семейного, и общественного. Такой любви, которая проявляется не на словах только, не языком произносится, но проявляется делом. И вот передо мной, как может быть, и перед каждым из вас, слушающих и смотрящих, вероятно, стоят два вопроса. И первый из них – кто я? Кто я в применении, в преломлении к этому евангельскому повествованию? «С одной стороны, я тот человек, лишенный силы, силы воли, который не способен, не может найти себе исцеление своими силами. Ведь сколько оцепенения в душе, сколько бесчувствия в сердце, сколько тусклости в разуме в каждом из нас, и во мне в том числе. И вот из года в год, хотя бы вот сегодня, сразу встает вопрос. Ты можешь исцелиться? И ответ – нет, не могу. Не могу взлететь душой к Богу, не могу собраться силами, не могу заменить огород или дачный участок, или бизнес-заботу на присутствие на богослужении. Не могу. Куча дел и забот. И оказывается, я парализован волей, мыслью, чувством. И второй вопрос уже двоякий. Так неужели нет никого около меня, кто помог бы мне ожить? Может быть, не пустив в целительные воды, а хотя бы сказав животворное слово? Может быть, предложив, если я сам, один, не могу идти, меня поддержать, мне помочь, хоть несколько шагов ступить? Неужели нет никого? И если спросить себя, сколько же есть таких голосов, сколько дружбы, сколько бодрящих слов, сколько слов, обращенных ко мне лично и к каждому из нас, обращенных самим Спасителем Христом, которые могли бы тронуть душу, чтобы она вздрогнула и стала живой? И обратная сторона этого второго вопроса. А сколько же вокруг людей парализованных волей, сердцем, душой, которым я мог бы помочь ожить, встать, пойти? А мне лень, мне некогда, я забываю. И что же нам делать? Неужели снова ждать в течение года, чтобы те же слова прозвучали? Чтобы снова Христос нам сказал те же слова? И чтобы мы снова подумали? Да, прошел целый год, и все одно и то же повторяется в церкви. Повторяется, да? Как в нашей жизни. Если бы только мы ожили с первого слова, нам не нужно было бы его слышать вновь и вновь. мы бы это слово воплотили в себе, в своей жизни. Мы бы пронесли его через всю жизнь, как факел. И загорелись бы души вокруг нас. И ожили бы люди вокруг нас. и они тоже понесли бы благую весть. Вот и давайте в течение этой наступающей недели, которая сегодня начинается этим евангельским чтением, поставим перед собой вопрос. вопрос о том, в чем моя немощь, чем я парализован, какой частью души, что внесло этот паралич, это оцепенение в мою душу. И избавимся от этого своего состояния с помощью Христа, с помощью любящих нас людей, собрав все свои силы. И спросим себя, кто около меня нуждается в этой помощи, о которой я мечтаю, без которой я жить не могу? И не ожидая ничего, не ожидая, чтобы я сам стал живым, попробуем оказать помощь тому другому, которое ему, может быть, поможет ожить. Но при этом будем помнить, что привести или приблизить человека к Христу, к вере в Него, к любви и преданности, обратить чьей-либо душу к тому, кто ищет нас, зовет нас, любит нас, стучится в наше сердце, кто есть жизнь и радость всех, велико пред Богом. Кто обратит грешника от ложного пути его, тот спасет душу свою от смерти и покроет множество грехов. читаем мы в послании апостола Иакова, 5 глава, 10 стих. Но одновременно не будем забывать, что служить телу ближнего, заботиться о нем, когда он болен, без сомнения такое же богоугодное дело и священнейшая обязанность каждого из нас. Вот и будем искать в нашей жизни и того, и другого. Поспешим на помощь к страждущим и изнемогающим не только телом, но часто духом. Поможем им ожить и оврачуем их святой любовью. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ 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 ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ